Всем привет! Это Фак и профессор Пуданс! Каждую неделю мы рассказываем вам о четырёх играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее и внимайте! Смотрите сегодня! Mirror's Edge! Эта игра для тех, кто совсем-совсем не боится высоты и любит кататься на лифтах. Принцов Персия 2008 модельного года! Это новый виток в истории приключений легендарного Принца Персии. Crash Time 2! Типичный средничок жанра автогонок, имя которым Легион. Игра не войдёт в аналы истории. Ластелин колец Противостояние! К сожалению, игра оказалась провалом. Шикарные лицензии здесь пытаются прикрыть немощный и однообразный геймплей. Mirror's Edge! Одно из главных открытий года. Паркур-экшен с потрясающей симуляцией способов экстремального перемещения в пространстве. Каждый уровень это в первую очередь испытание для реакции, глазомера и даже вестибуль-бульвлярного аппарата. Паркур пришёл в игры задолго до того, как обзавёлся всенародной популярностью. Посудите сами, аркады начала 90-х это сплошные прыгалки-бегалки. Впрочем, рассчитывались они в основном на реакцию и внимательность. Для того, чтобы успешно добраться до конца уровня, почти всегда достаточно было нажимать нужные кнопки в нужном месте. С серьёзными попытками детальной симуляции прыжков и кувырков мы начали сталкиваться совсем недавно. Одной из таких игр стал Assassin's Creed, где помимо всего прочего герою предлагается расширенный ассортимент способов перемещения в пространстве. Впрочем, сложным местный паркур оказался только в первые минуты. Mirror's Edge с самого начала вооружился совсем другой идеологией. Главный вызов в игре это детально проработанная акробатика и сложные уровни. Стоит отметить, что выбранное направление оказалось правильным. Перед нами действительно совершенно новый взгляд на паркур. Игра, которая может подарить много удовольствия любителям экстремальных адреналиновых пробежек. Действия Mirror's Edge разворачиваются в мегаполисе недалёкого будущего. Власть тоталитарна и, разумеется, подобное мироустройство не может обойтись без недовольных. К ним относятся и так называемые бегуны. Организация, занимающаяся переправкой засекреченных сообщений и посылок. Главная героиня, прекрасно сложенная азиатка Fade, как раз и является одним из таких бегунов. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2,4 ГГц, 1 ГБ оперативной и 256 ГБ видеопамяти. На жёстком диске Mirror's Edge займёт 8 ГБ. Миррор с Edge достаточно близка к симуляторам, но в то же время управление поначалу кажется очень простым. Fade может присесть, прыгнуть, нанести удар и развернуться на 180 градусов. Не густо, но применяя эти приёмы в правильной последовательности и комбинируя их с элементами окружающей обстановки, можно добиться потрясающих трюков. Пятёрка за геймплей. Для игры создали потрясающую оболочку. Чувство стиля не оставляло разработчиков ни на секунду. Отдельно стоит отметить проработку главной героини. Обычно в играх с видом от первого лица персонаж остаётся невидимкой. Fade не такая. Ты чувствуешь её дыхание, видишь руки и ноги, ощущаешь, как она напрягается, выполняя особенно сложные трюки. Всё это добавляет происходящему реализма и естественности. Пятёрка за внешний вид. Игровой звук прекрасно наполняет реалистичность происходящего. Fade тяжело дышит во время бега, вскрикивает после неудачного приземления и мягко топает своими кроссовками по крышам небоскрёвов. Пять баллов за звук. Ты всего лишь передай сумку, остальное её забота. Даже если раньше вас воротило отрыгалых бегалок, Mirror's Edge изменит ваше мнение. Разработчики подарили всем нано-революционную игру, способную доставить огромное удовольствие. Пять баллов получает сегодня Mirror's Edge. Чёрт, ничего себе. Идеей и духом Mirror's Edge проникаешься постепенно. Уровни спроектированы так, что совершенствоваться в их прохождении и находить новые неожиданные маршруты можно очень и очень долго. А вот разобраться в основных паркур-приёмах мы вам поможем прямо сейчас. Вопрос. А как справиться с охранниками? По рации говорят, чтобы я отнял, а у них оружие. Но как это сделать? Отвечаем. Выхватить пистолет из рук можно в тот момент, когда охранник замахивается, чтобы вас ударить. Здесь главное не торопиться и выждать нужный момент. Также для этих целей можно пользоваться замедлением временем. Вопрос. Я на крыше. За мной бегает целый отряд спецназа. Еваться вообще некуда. Что делать? Отвечаем. Главное – спокойствие. Обрати внимание на вертолёт, который завис на уровне крыши. Хорошенько разбегись и сможешь запрыгнуть на его полосе. Вопрос. Я с огромным трудом выбрался из зелёного офиса на какой-то балкон. А там висит вертолёт, который меня убивает. Куда деваться? Отвечаем. Прыгай вниз с балкона. Там наклонная стеклянная поверхность, по которой можно в буквальном смысле ускользнуть от сил правопорядка. Вопрос. Я забегаю в лифт и на этом всё заканчивается. Дальше просто ничего не происходит. Что это значит? Отвечаем. Наберитесь терпения. Реализм в этой игре дошёл до того, что в кабине лифта вы будете проводить по несколько минут. Так что нужно просто подождать. Игра Crash Time 2 уже шестая в серии Alarm for Cobra 11. В основе игры лежит одноимённый сериал практически неизвестной отечественной аудитории, но мега популярной в Германии. Посмотрим, насколько эволюционировала игра по сравнению с версией 2008 года. Alarm for Cobra 11 сериал с многолетней историей. Как на национальном германском телевидении, так и в игровой индустрии. За компьютерное воплощение отвечает студия Cinetic, которая прилежно раз в полгода делает очередное обновление в серии. На этот раз релиз пришёлся аккуратно на Новый год. Ребята выпустили свою игру 31 декабря 2008 года. Как и в предыдущих играх серии, в сфере софитов тут находится интернациональный тандем, призванный следить за порядком на дорогах. В список интересов главных героев попадают патрули на улицах, погонят по автобанам, борьба с насилием, а также более специфические задачи, такие как эскорт валида Формулы 1 или даже раскрытие государственного заговора. Отличие же этой игры от своих предшественниц заключается главным образом визуальной составляющей. Все остальные элементы геймплея остались почти нетронутыми. Стоит также отметить, что Crash Time 2 – игра мультиплатформенная. Рекомендуемые системные требования звуковые. В процессорной частоте 2,4 ГГц, 1 ГБ оперативки, 2,5 ГБ на винчестере и 512 МБ видеопамяти. В Crash Time 2 присутствует 4 игровых режима. Ватрол, как следует из названия, покатушки по улице Мегапольца с целью выявления нарушений. The Cases – составляющий костяк основной кампании, Single Race – одиночные заезды и Туториал – некий краткий курс экстремального вождения. Также не забыт и мультиплеера. Мало того, в игре присутствует патриархальный сплит-скрин, предлагающий сыграть вам с другом за одним компьютером. Наша оценка геймплея – 4 балла. Технологический с появлением Crash Time 2 сериал Alarm from Cobra 11 сделал большой шаг вперед. До законодателей мод в автогонках, игре, конечно, еще далеко, но прогресс налицо. Основная изюминка игры кроется в реал-тайм-повторах, в которых с киношных камер показываются наши особенно удачные достижения в области дорожно-транспортных происшествий. Наша оценка графического оформления – 4 балла. Со звуком в игре полный порядок, но ничего особенного. Sandbox не надоедает, а переговоры по рации с координатором оживляют аудиоряд. Наша оценка звукового сопровождения – 4 балла. Крэштайм 2 Крэштайм 2 – типичный среднячок жанра автогонов, имя которым «Регион». Игра не войдет в аналу истории, многим покажутся скучной и ничем не выдающейся, но своих поклонников виду славно найдет. Вообще говоря, вся серия Alarm from Cobra 11 является собой типичный пример поведения разработчиков, когда они не собираются хватать звезд в небо, а из года в год делают, по сути, одну и ту же игру. Наша общая оценка Крэштайм 2 – 4 балла. Крэштайм 2 – классическая проходная автоаркада. Наличие некой сюжетной линии во всем происходящем выглядит, мягко выражаясь, неубедительно. Однако вопросы в ходе прохождения возникают, и над частью из них мы прямо сейчас приоткроем завесу тайны. Я даю вопросы. Как открыть другие автомобили помимо штатных? Отвечаем. Другие модели авто откроются вам по мере прохождения игры. Выполняйте миссии, раскрывайте дела, и вам воздастся. Стоит отметить, что то же самое касается и мультиплеерного режима. Так что перед тем, как туда соваться, рекомендуем закончить основную кампанию. Следующий вопрос. В первой миссии, когда мы спровождаем грузовик, после нападения двух черных джипов, дают задание задержать один из них. Как это сделать? Отвечаем. Вам нужно сбить его с дороги. Для этого старайтесь на максимальной скорости ударять его вбок. Но внимательно следите за уровнем повреждения, так как ваша машина более хрупкая. Старайтесь сделать так, чтобы в момент удара джип ударялся в отбойник или об идущий в трафике гражданский автомобиль. Следующий вопрос. На что влияет счетчик нанесенного в городу ущерба? Отвечаем. В плане геймплея ни на что. Это просто дань телевизионному сериалу, где над главными героями постоянно потрунивали в том смысле, что они не спасители человечества, а натуральный ночной кошмар для городского муниципалитета, которому после их приключений приходится восстанавливать по кирпичику места проведения полицейских операций. Спекуляция киноидеями в игровой индустрии не нова, но то, что происходит с «Властелином колец», становится просто неприличным. Проект «Властелин колец. Противостояние», о котором пойдет речь сегодня, очередная подделка по мотивам. Посмотрим, принесет ли она нам что-нибудь новое и интересное. Последние несколько лет вселенная «Властелином колец» эксплуатировалась игровой индустрией беззастенчиво и сверхпродуктивно. Только на платформе PC имеются две аркады, три стратегии и одна ММО-РПГ The Lord of the Rings Online. Все они, кроме The War of the Rings, появились на свет, крепко вцепившись в понятно какую кинотрилогию Питера Джексона. Чего, казалось бы, не хватает. Социальной модели хоббитской норы в формате The Sims? Или футбольного симулятора, где люди с орками вместо мяча гоняют по поляне палантир, шар, через который Сурман следит за кольцом. Electronic Arts, которая с некоторых пор безраздельно владеет правами, как на кинотрилогию, так и на книгу, показалось, что в линейке продуктов о «Властелине колец» недостаёт многопользовательского шутера. Примерно этой цели должна служить игра, известная в России как «Властелин колец. Противостояние». Рекомендуемые системные требования таковы. Процессор на частоте 3 ГГц. 2 ГБ оперативной памяти, 6 ГБ на винчестере и 512 ГБ видеопамяти. Итак, культурная программа включает «Хельмова пасть», «Иллинорские поляна по ступах Минастериту», «Сам Белый город», «Морильские копии», «Шир», «Штурмуемые энтами Эзенгард» и другие достопримечательности Средиземья. Как и во всех подобных играх, миссии, из которых состоят обе компании, крайне шаблонны и надоедают очень быстро. Нам нужно или захватывать, или удерживать контрольные точки, или, так сказать, какой-нибудь предмет. В одиночку подобное надоедает крайне быстро. В кооперативном режиме можно продержаться чуточку дольше. Но до финальных титров мы уверены затерпят немногие. Наша оценка геймплея – 3 балла. Игра построена на движке геологии Star Wars, которые нисколечко не соответствуют современным требованиям графики. Хваленные модели персонажей, взятые якобы прямиком из исходников Миллайн-синема, на деле оказываются делеганами-болванами, которые постоянно стремятся натолкнуться на невидимые преграды, расставленные зачем-то разработчиками по всему уровню. От спецэффектов вообще бросает в дрожь. В общем, очень и очень плохо. Наша оценка графического оформления – 2 балла. Музыкальное же оформление также не отходит от формата шаблона. Музыка, взятая с иммы, конечно, неплоха, но когда ее слышишь в десятой игре подряд, возникает резонный вопрос – доколе? Наша оценка звукового сопровождения – 3 балла. Музыка, взятые неревья, взятые безумия, зажгите их все! Итак, «Властелин колец противостояния», к сожалению, оказался провалом. Несмотря на очень опытного разработчика в лице Pandemic Studios, игра страдает типичными для подобного класса недостатками. В шикарной лицензии здесь пытаются прикрыть немощный и однообразный геймплей. Наша оценка «Властелина колец противостояния» – 3 балла. Невзрачная вариация на тему «Властелина колец». Так вкратце можно охарактеризовать противостояние. Проект с безнадежно устаревшей графикой явно рассчитан на детей дошкольного возраста. В восторге от игры могут быть только преданные фанаты творчества Толкина. На их вопросы по игре мы ответим прямо сейчас. Первый вопрос. «Застрял в начальной миссии. На этапе, когда Уркхая штурмурует ворота, не могу пробиться на мозг. Моего персонажа не выпускают наружу. Что делать?» Отвечаем. «К сожалению, в игре полно таких багов. Чтобы обойти невидимую преграду, заберитесь на стену и спрыгните вниз. А затем прибирайтесь к воротам и зачищайте там врагов». Следующий вопрос. «Как победить Сурмана в башне Изенгарда?» Отвечаем. «Это можно сделать только играя Гендальфом. Все остальные персонажи слишком слабы. Не подпускайте его близко к себе и бейте молниями. Но только в тот момент, когда вокруг него пропадает сияние. Иначе от ваших ударов его хитпоинты будут только расти». Следующий вопрос. «Когда я забираюсь на спящего Энта и начинаю им играть, руками меня поджигают, и верный Энт падает замертво. Как с этим справляться?» Отвечаем. Энты, как и маги, владеют магией излечения. Как только вы видите, что хитпоинты падают до критического минимума, зажимайте клавишу «Shift» и ваш Энт себя подлечит. А от рукав с факелами можно банально убежать. Для борьбы с Энтом они слишком недлительны. «Принц оф Персия» 2008 модельного года. Это новый виток в истории приключений легендарного «Принца Персии». По сравнению с предыдущей трилогией изменилось все. От графического стиля до боевой системы. На первый план выходит акробатика и головоломки. А благодаря специальной перчатке сильно увеличился арсенал всевозможных приемов. В 2003 году Ubisoft Monreal закончила экшен «Принц оф Персия» «The Sands of Time», в котором удачно переосмыслила концепцию оригинального «Принца Персии» образца 1989 года. На смену плоскому серому лабиринту пришел яркий трехмерный мир за лихватскими потасовками. В следующие два года мы увидели еще две игры из этой серии, а затем наступило затишье. Теперь, три года спустя, мы понимаем, почему новый проект занял так много времени. Разработчики вновь переосмысливали концепцию. В основе игры на этот раз лежит не выдуманный сюжет, а настоящая персидская мифология. Согласно сценарию, злой бог Аримана выплеснула в чудесный город темную энергию, так называемую «Скверну». Она стремительно отравляет идиллические пейзажи, угрожая всему живому. Принцу и его подружке Элике отводится роль санитаров, которые должны очистить зараженные участки мира, вернув им первозданный райский облик. Игра поступила в продажу 9 декабря 2008 года. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 2,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 512 МБ видео, а также 8 ГБ на жестком диске. К новому «Принцов Персии» нельзя подходить так, как вы, возможно, подходите к остальным играм. Иначе он покажется вам пресной поделкой для детей ясельного возраста. Представьте себе, в этой игре персонаж не может умереть. Совсем. Кроме того, здесь практически невозможно принять неправильное решение. И не нужно отплясывать канка на клавиатуре, чтобы пройти какой-нибудь особо хитрый прием. Вообще «Принцов Персии» не потребует от вас хоть сколько-нибудь заметного напряжения. Все, что от вас нужно – расслабиться и получать удовольствие. А дефицит сражения и игре легко упростить, потому что наблюдать за трюками персонажей не менее интересно, чем драться. Наша оценка геймплея – 5 баллов. Новый «Принцов Персии» фантастически красив. Визуально это очень напоминает серию Final Fantasy. Гротеск везде и во всем. Храм, построенный в корнях километровой высоты дерева. Висящая в воздухе конструкция непонятного назначения. Все самым возмутительным образом попирает всякие представления о реальности. Этот мир выглядит как плод больного воображения, но прием работает. С первых же минут чувствуешь себя героем сказок Шахерезады. За внешний вид также 5 баллов. Очень сильно подчеркивает атмосферу сказки приятная и мелодичная музыка. А работа российских актеров заслуживает отдельной похвалы. Мы снова не можем поставить меньше 5 баллов за звук и предлагаем вам небольшой фрагмент из игры. Эй, скажи хоть как тебя звать? Отец, нет. Что же все-таки происходит? Он здесь не кричит. Нет. Ах, реман? Ах, ха-ха-ха-ха. Будет много мертвых, непослушных детей. Я точно не в настроении. Ребята из Ubisoft умудрились дважды перекроить одну и ту же старую аркаду. Причем оба раза очень удачно. Все свои обещания авторы выполнили. Герой получил очаровательную напарницу, ставшую неотъемлемой частью игры. Акробатика была значительно обновлена и изменилась в лучшую сторону. Окружающий мир построили с нуля, уплатив в нем немного безумные восточные грезы. Наша общая оценка игры 5 баллов. Ах, ха-ха. Новый Prince of Persia страдает ровно от тех же недугов, что и все игры Ubisoft Montreal в 2008 году. Заложенные в игру идеи гениальны, но сложенные воедино плохо работают. А теперь плавненько так переходим к вашим вопросам по прохождению игры Prince of Persia. Первый вопрос. А как добраться до тетки в розовом, которая иллюзии создает? Она еще Элику в эту черную штуку завязывает на расстоянии. Отвечаем. В принципе, все достаточно просто. Сначала нужно поискать выступы, на которые можно забраться. С них нужно прыгнуть на колонну. Дальше все будет понятно. Следующий вопрос. Я нажимаю на клавишу И, и Элика прыгает на плечи принцу. А что нужно дальше сделать, чтобы она атаковать начала? Отвечаем. Для того, чтобы Элика адыковалась к плечи, нужно подойти к противнику почти вплотную. Следующий вопрос. У меня какой-то жесткий глюк. Персонажи светятся как цветы. Играю на максимальных настройках. Что делать? Отвечаем. К сожалению, придется отключить сглаживание. Следующий вопрос. Во время второй битвы с каменным великаном, когда нужно выстражать на кнопку мыши, у меня не получается скинуть его. Скоро мышь сломаю, а он все не падает. Что делать? Отвечаем. У нас была такая же проблема. Кнопочку мыши нужно нажимать не очень быстро, но ритмично. Нажимать ее нужно только тогда, когда изображение меча увеличивается. Примерно раз в секунду. В этой игре главное чувство ритма. На сегодня, думаю, хватит. Всю следующую неделю буду разбирать ваши письма и выуживать оттуда самые интересные вопросы. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Совсем скоро мы снова увидимся. Не забывайте заходить в форум на сайте moosdefistv.ru. Там можно обсудить ваши любимые игры с другими геймерами. И присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.moosdefistv.ru. Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok